О главных событиях столицы Полесья на минувшей неделе. Краткий обзор новостей. Итогом прошедшего отопительного сезона и задачам по подготовке городского хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период было посвящено очередное заседание Пинского городского исполнительного комитета. Они затрагивают жизнедеятельность каждого пинчанина. Вода, цепло, газ. Уважаемые руководители, спокойствие, тишина и настроение пинчан во многом зависят от вас. А на аппаратном совещании, которое обычно проходит по вторникам, тема благоустройства и наведения порядка в городе. На очередном заседании остановились на том, как обстоят дела на территории жилищно-эксплуатационной службы номер 7. Очень сжатые сроки, чтобы до конца апреля наш город был приведен в надлежащий вид. Не дожидаясь субботника, многие пинчане вышли на улицы в парки и скверы города, чтобы внести свой вклад в уборку территории. В самом начале тон задали сотрудники горесполкома. Эстафету подхватил депутатский корпус представителей общественных организаций «Молодежь». Сегодня мы активом городских общественных объединений, организаций города, политических партий вышли вместе, профсоюзное движение, вышли вместе для того, чтобы облагородить участок прилегающей лесополосы. Большое внимание в Пинске уделяется уборке и благоустройству памятников, памятных знаков, мемориальных комплексов. В сквере у памятника «Верих оружий» за кисти и грабли взялись активистки Белорусского союза женщин. В этом году мы будем отмечать 80-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. О том, что планируется и уже делается общественными организациями и предприятиями города, по реставрации памятных мест и знаков, благоустройству прилегающих территорий, мы рассказали в программе подробности. Месячник по благоустройству проходит и в Пинском районе. Представители различных коллективов, общественных объединений, учащихся студентов, сельчан объединило стремление сделать свой населенный пункт чище, уютнее и красивее. Труд, что объединяет в Пинском районе на территории сельских советов, проходят субботники по наведению порядка и благоустройству. Активно в них участвуют учащиеся и работающие молодежь. Комплекс мероприятий посвящен 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Это наша история, и если мы не будем ее знать, в дальнейшем мы ничего не сможем передать своим детям. Безопасный отдых у воды в Пинском районе в преддверии пляжного сезона планируют оборудовать еще один спасательный пост на водохранилище Горного, а также привести в порядок другие официальные места отдыха у водоемов региона. Не за горами начало купального сезона и уже сейчас стоит вопрос, как навести порядок на пляжах в районе, где будет отдыхать народ. Как минимум нужно привести в порядок и береговую зону, водичку посмотреть, чтобы там не было никаких опасных моментов, а также вот такие обветшавшие конструкции тоже починить и исправить то, что в свое время учинили вандалы. В плане порядка здесь очень далеко от идеального, и, наверное, виновниками всему этого являются сами отдыхающие. 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских лагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде. В этот день в Пинске, как и по всей Беларуси, состоялись памятные мероприятия. Вместе со взрослыми страдали и дети. Есть страшная цифра. Всего в концлагерях погибло 2,5 миллиона детей. Вскрываются новые факты, новые обстоятельства, появляются вещественные доказательства в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа. Символично, что в Международный день узников фашистских концлагерей Аховской средней школе передали на ответственное хранение письма местных жителей узников. Данные письма содержат сведения о том, каким образом они содержались в концлагерях. Они указывали о том, что они долго и много работали, что они не принимали должного количества пищи, голодали в этот период. В Пинском районе выдвинули делегатов на Всебелорусское народное собрание. Они представляют абсолютно все отрасли экономики и социальной сферы. Интересы жителей Пинщины в высшем органе народовластия страны будут представлять Анжелика Гудкова и Владимир Рапинчук. На сегодняшнем моменте мы не только заслушиваем, но и принимаем решения, которые в принципе актуальны не только для Беларуси, но и для нашего района, для нашего сельсовета. Я ожидаю от Всебелорусского народного собрания то, что смогу реализовать свои инициативы и возможно удастся решить некоторые проблемы, скажем так, закрепления молодежи в сельской местности. Приступил к работе новый состав Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва. Заключительное заседание Совета 7-го созыва состояло с 10 апреля. Тех, кто прекратил свои полномочия, поблагодарили за плодотворную работу. Среди них была и Ирина Юльяновна Сачковская. Я хочу всем вам сказать большое спасибо. Я почту за честь Валерия Васильевича в дальнейшем принимать активное участие в жизни нашего города. Капитальные ремонты и реконструкция детской больницы сегодня в полном разгаре. До 180 специалистов сразу нескольких строительных организаций города ведут здесь работы. В этом году было выделено 15 миллионов бюджетных средств на капитальный ремонт и 755 тысяч на реконструкцию данного здания. Оказать помощь в ремонте старых хозяйственных построек с такой просьбой в службу информации нашего телеканала обратились пожилые пенчане с улицы Советской. У них во дворе построенные полвека назад сараи с прогнившими лестницами и перилами. Мы рассказали, на каких условиях можно починить ветхие конструкции. Нам надо, чтобы домоуправление сделало смету, пришло, посмотрело, сколько стоит, сказала. У нас есть такая практика. Вот Ленина 38 обратились, посчитали, поремонтировали. Все, люди согласились, люди довольны. Уже больше двух лет прошло и пользуются. Протокол собрания, если большинство за, ремонтируем мы, значит мы. Масштабное учение. В Пенском районе прошел семинар с участием различных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Как в ситуациях максимально приближенным к реальным сотрудники МЧС учатся теории и действуют на практике, увидел Владимир Городнюк. Помимо современной техники, применяется в учениях и такой специализированный вездеход на гусеничном ходу. Прокатиться на нем было экстремально, но на самом деле он способен выполнять боевые задачи. Условно пробраться по болоту к очагу огня и затушить, ликвидировать пламя. Отрабатываем взаимодействие наших подразделений с органами внутренних дел, с волонтерскими организациями, с Красным Крестом. Мероприятие достаточно масштабное, более 200 человек у нас задействовано, работы проводятся круглосуточно. 8 апреля – особый день для вооруженных сил нашей страны. Эта дата отмечается как День военкоматов. В одном из сюжетов мы рассказали о военном комиссариате Пинска и Пинского района. В настоящий момент осуществляется мероприятие призыва, весеннего призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве. В Пинске открылся новый магазин «Про запас». Он расположен по адресу улицы 60 лет Октября, 5 Е. В первый день работы яркие шары, музыка, улыбчивые продавцы и много покупателей. Для всех желающих, которые хотят прийти к нам в магазин, спуститься со своих высших этажей и сразу очутиться в магазине. Ужам уж в город не втерпешь. Присмыкающиеся оккупировали Пинскую набережную. Такое нашествие у кого-то вызывает страх, у кого-то недоумение. Но такая активность – норма. Специалисты объясняют почему. Не стоит близко подходить, не стоит пытаться брать в руки. Человек, когда встречает змей при прогулке, либо еще при каких-то процессах, то есть он должен понимать о том, что безопасность его зависит в первую очередь от него самого. В Пинском аграрном технологическом колледже состоялся конкурс «Мистер и местехнолог». Будущие профессионалы своего дела демонстрировали то, чем научились за годы учебы в колледже. Для молодежи это очень важное мероприятие. Они, во-первых, заняты в свое внеурочное, внеучебное время. Они занимаются подготовкой. После этого они начинают больше любить свою профессию. В программе «Пинский пинчане» мы рассказали о блогере, путешественнике, победителе республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» Дмитрие Ленковце, объехавшем на велосипеде все 118 районов нашей страны. Цифровой фотоаппарат, палатка, спальный мешок и ночевки под открытым небом. Начал был фотографировать различные интересные объекты. И тогда, фотографируя Бин, в первую очередь меня начало привлекать именно архитектура. Архитектура. А «Пинск» у нас очень замечательный древний город с очень древними зданиями. И фотографируя различные архитектурные строения, начал изучать их историю. Так получилось, что когда обходил все заколки города Пинска и снял все, что можно в Пинске, соответственно, он начал посматривать дальше за другие, за пределы города Пинска. Все тематические программы, а также сюжеты новостей доступны на нашем YouTube-канале, а также в социальных сетях. Подписывайтесь, и вы всегда будете в курсе событий.